Предстоящее введение платы за капремонт породило настоящую общественную дискуссию на эту тему. Среди самых активных ее участников, конечно, ТСЖ и управляющие компании. Тон одинаковый. Не нужно отменять ранее существовавшие правила капремонта, согласно которым, каждая управляющая компания аккумулировала средства жильцов каждого дома на специальном субсчете. Новый же закон предлагает сдавать деньги в общий котел. Непонятно, например, роль функции, значит, как ТСЖ, насколько я понимаю, там никакой функции как ТСЖ не играет. Это во-первых. Во-вторых, региональный оператор и деньги на спецсчете идет распределение по-разному. Почему? ТСЖ не превращается даже в сбор средств. Дело в том, что эти деньги пойдут на счет дома, то есть на счет регионального оператора или на спецсчет. В этом вся основная проблема. Денег, собранный из ТСЖ, нет гарантии, что они вернутся именно в наш ТСЖ. В новом законе слишком много недомолвок, считают в профсоюзе соцпроф. Потому необходимо всестороннее обсуждение нововведения на всех уровнях, а после унести необходимые поправки. Возможность такая у профсоюза имеется. Все, что мы соберем по регионам, будет это дело мониторить. И потом выходить по новой на общественную объединение соцпроф российской. И общественная палата Российской Федерации будут выходить на Государственную Думу и ставить вопрос о изменении в этот закон. Максим Стародумов, Дмитрий Примачек. Новости дня.